Всем привет, друзья! Ну что, у нас пятая интенсивная тренировка. Будьте внимательны, слушайте мои рекомендации. Итак, у нас тренировка будет проходить с оборудованием резиновой, длинно-резиновой амортизаторы от компании Yamaguchi. Но если у вас нет этих амортизаторов, то вы, конечно, можете использовать домашний инвентарь. Это бутылки с водой, различные веревки, либо полотенца. То есть можно всегда найти выход для того, чтобы сделать качественно хорошую тренировку. Но стопроцентный результат будет, конечно же, с нашим оборудованием от компании Yamaguchi. Вот с этими длинными лентами. Ну что? А, еще самое главное. Для всех вас, для всех тренирующихся вместе с нами 20, целых 20 процентов скидка. И поэтому покупаем, приобретаем и тренируемся вместе с вами. Это вам пригодится на долгие года. Итак, у нас первое упражнение. Естественно, нам понадобится резиновая лента, длинная резиновая лента. Мы двумя ногами должны сейчас на нее наступить вот таким вот образом. Ровно посередине стопа, на ширине ваших тазовых костей. На самом деле от ширины стоп зависит очень много. То есть поуже будет легче, пошире будет тяжелее. Я поставлю среднюю нагрузку. Дальше. Мы берем петли резиновые, именно поперек самих амортизаторов, ручек. Выпрямляемся, делаем круг плечами назад, максимально напрягаем, стягиваем мышцы живота. И на выдохе мы делаем протяжку до подбородка и возврат в исходную позицию. Здесь у нас нагружаются мышцы плеч. Будьте внимательны и вместе со мной 3-4. Поехали. Выдох, вдох. Вот я чувствую, что это резиновый амортизатор на самом деле нелегкий. У вас, я надеюсь, он будет полегче, а может у кого-то и потяжелее. Я думаю, что есть такие люди, кто сильнее меня за экранами ваших смартфонов. Выдох, вдох. И боком покажу. Протяжка подбородок-возрат. Хух, непросто. Да! Все. Итак, второе упражнение – это сгибание в локтевом суставе, также с резиновым длинным амортизатором. Итак, наступаем либо одной ногой, потому что это упражнение тоже непростое, но чуть легче, чем предыдущее. Либо двумя ногами встаем. Я стану также двумя ногами, чуть пошире. Возьму уже за ручки амортизатора именно вот так, вдоль. Ровная спина, круг плечами назад. Мы с вами делаем выдох, сгибание в локтевом суставе и разгибание. Окей? Вот таких движений не делаем, потому что я знаю, что многие так начинают выполнять это упражнение. Мы должны проработать двуглавые мышцы плеча. Итак, бицепс, руки, выдох и вдох. Поехали. Три-четыре, я покажу вам сбоку. Раз. Раз. Два. Все на выдохе. Четкое сгибание-разгибание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, у нас третье упражнение. Отведение рук в стороны. Будьте внимательны. Я наступлю сейчас одной ногой. Здесь вы должны взять себе легкий амортизатор резиновый, потому что это упражнение действительно тяжелое. Наступая одной ногой посередине, дальняя нога на полупальце стоит. Ровная спина. Поперек берем резиновый амортизатор. Локти чуть сгибаем. Смотрите, мизинцы будут сейчас направлены чуть-чуть вверх в диагональ. Делаем с вами выдох, подъем, точка, возврат в исходную позицию. Окей? До уровня плеч. Вместе со мной. Погнали. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Резких рысков мы не делаем, потому что это силовая работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И показываю вам боком, чуть в диагональ, что дальняя нога у меня стоит на полупальцах. До плеч поднимаем и в исходную позицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все на выдохе. Сила, выдох. Эть. Стоп. Итак, у нас с вами сейчас упражнение лягушка. Будьте готовы, будьте внимательны. Будет модификация легкая и сложная. Так что внимательно посмотрите на меня. Итак, исходная позиция стопы, ладони точнее, на ширине ваших плеч, даже чуть-чуть поуже. Для тех, кому тяжело, мы с вами делаем шаг одной ногой, смена шаг другой. Для тех, кому это легко, мы делаем с вами с двух ног. Прыжок вперед и назад. Поехали. Время. Работаем одну минуту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, у нас сейчас будет упражнение под названием велосипед. Оно одно из самых моих любимых упражнений, так что будьте внимательны, будьте готовы. Мы опускаемся, ложимся на спину. Максимально напрягаем мышцы пресса, кисти возле висков. Легкий вариант, когда стопы уходят с пола на носках. Сложный вариант, когда ноги у нас под углом 90 градусов. Мы делаем с вами такой же скручек. Окей? Приготовились? Поехали! Время! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стоп! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. Легкая размножечка. На носочках. Все движение. Пресс напрягаем. Руки работают вправо-влево. Практически бег на месте. Если вам скучно выполнять это упражнение фронтально, вы можете покрутиться в одну сторону и поменять другую сторону. Все будет вот в таком движении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Легкое и непринужденное упражнение. Стоп! Ну что, дорогие друзья, у нас закончилась пятая тренировка. Я вам хочу дать такой небольшой совет. Если кто-то думает сейчас здесь, что тренировки в зале продуктивнее намного, но это зависит от ваших целей на самом деле, то это неправда. Ваши тренировки зависят только от вас и от любого клочка земли, где вы находитесь. И поэтому эти тренировки домашние. Вы можете выполнять их на любом квадратном метре. А самое главное, самое важное, точнее, для того, чтобы просто повысить свою интенсивность и уровень вашей мощи, вы должны, конечно, использовать инвентарь. Но этот инвентарь, он просто помещается на одной ладони. Это резиновые ленточные амортизаторы от компании Могучи, на которых действует скидка 20%. И поэтому вы обязаны их просто купить для того, чтобы они у вас были, чтобы не париться и не выдумывать применять какие-то домашние изделия в виде бутылок, в виде веревок, либо в виде полотенца. Поэтому будьте с нами, тренируйтесь вместе с нами. Я сейчас как раз готовлюсь к рекорду. И вместе с вами мы будем самыми мощными, самыми сильными и будем номер один в мире. Продолжение следует...